Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в нашу последнюю серию этого сезона, потому что это 125 серия и она последняя. Больше серий пятого сезона не будет. Вот, ребята, и конец нашего пятого сезона с модом Pixelmon. Что мы будем делать в последней серии этого сезона? Мы, конечно же, побываем во всех местах, где мы что-то построили. Попрощаемся со всем, что мы вообще повидали в этом сезоне. Также попрощаемся с каждым нашим покемоном, который есть у нас в компьютере. Ну и в конце этой серии вас ждет сюрприз, ребята, небольшой. Ну что, ребята, что мы будем делать в первую очередь? Давайте попрощаемся со всеми покемонами, с которыми мы только встречались в этом сезоне, ребята. Поехали. Первая... Первая... Они не по порядку стоят, не так, как мы их ловили по очередности, но все же, ребята, будем прощаться с каждым. Первый. Вот так, давайте. Первый у нас Azumarill, 45-й уровень. Второй... Нет, не второй, потому что у меня опять это не переключается. Ладно, сейчас, секундочку. Дальше, ребята. Lapras. 35-й уровень. Следующий у нас идет Blastoise. Shiny Blastoise, ребята. Дальше Valrain Shiny. Такой вообще розовенький, розовенький. Дальше у нас идет Empoleon. Может, возможно, следующий капитан следующей сезоны, если он вообще будет, если вы захотите. Говорю, ребята. Дальше у нас идет Feraligator. Ух, ни хрена себе большой. Так, первая команда закончили. Да, в принципе, можно вот так, можно вот так это все ставить. Сейчас, вот так. Так, вторая команда. Вторая команда. Пласл. Эмфорос. Вроде... Да, Shiny Emphoros. Райчу. Shiny? Нет, не Shiny. Дальше. Магнизон. Агрон. И, вроде, Shiny Alakazan. Дальше. Ух, ребят, это долго будет, но все же на это это и финал. Да, на это это и финал. Что нам нужно попрощаться со всеми, с кем мы только виделись в этом сезоне, можно так сказать. Тортера. Дальше. Меганюм. Дальше. Наш Септил. Shiny Serperior, ребята. Прощай, Serperior. Ты еще и Shiny? Круто. Дальше у нас Венозавр. И Виктрибелл. Замечательно. Дальше. Первый бокс у нас уже, ребята, практически подошел к концу. Блазикен, сороковой уровень. Тентакуэль. Shiny. Прощаемся мы, конечно же, с фулл короной, ребята. Офигеть. Мы ее нашли где-то на середине сезона. И мы ее, если честно, долго качали к сороковому уровню. Вот ты вовремя нафиг напал. Мы долго ее качали, но все же... Она, ребята, шестьдесятый нафиг уровень. Дальше. Крокодайл. Инфернейп. И Shiny. Вот зелененький такой. Или не зелененький, хрен его знает. Дальше. Вот и конец первого бокса. Так. Самурот. Прощаемся с нашим Черезардом. Это всегда был наш лучший друг, можно сказать. Первый... Первый наш... Первый наш стартовый покемон в первых, в принципе, сезонах, да. Он не один раз был, а много раз он у нас был стартовиком. Прощаемся с Черезард и с тобой. Shiny, Rapidash. Лифион. Эмбуар. И... Кабутопс, ребят. Вот. Первый бок закончился. Первый бок закончился. Во втором боксе у нас тут много легенд идет. В принципе, легенды у нас так раскиданы. Молтрес. Семидесятый уровень. Артикуно. Райкоу. Райкоу. Это наша первая легенда, которая вроде заспавнилась. Да, в принципе, и первый... Первая псина. То есть, первый с легендарных псов, да. Наша легенда. Дальше. Люкс Рэй. Точнее, первый пес... Не, пес. Первый пес из тройцы псов, да. Да, короче, он самый первый заспавнился со всех трех легендарных покемонов. Поэтому, ребята, вот он. Флайгон. Фиро. Дальше. Второй бокс у нас уже, ребята, идет. Второй бокс. А сколько у нас, вроде, у нас... Семь боксов. Ну, это, ребят, сколько у нас заняло? Пять минут на один бокс. Ну, короче, да. Серия, как всегда... Ну, как всегда. Последние серии всегда долгие на то, чтобы нам нужно все посмотреть, со всеми попрощаться, да. Дальше у нас идет. Вапурион. Эспион. Вапурион. Ну, прикольный, да, да. У нас, вроде, кто-то Шаниви у нас был. Он была, но я не помню, кто, ребята, честно. Соломенс тоже. 60 уровень. Ух, какой муси-пуси, такой маленький, нафиг. Желтен у нас. Гуларк. Ух, нихрена себе такой... Маленький Вапурион, маленький Соломенс, маленький Желтен. Пум, Гуларк, нафиг такой. И Гюардус. Шайни. Дальше. Половина второго... Ой, нет, это сюда, это сюда, это сюда. Сюда половина второго бокса, ребята. Шайни Гипно. Кробат. Прощаемся с Кробатом. Шайни Кробат. Крау Даун. Шайни Арбок. Шайни Ноч Кроу. Надеюсь, я правильно читаю вот эти имена. И Каракоса. Так, дальше. Ху, тут у нас Яма... Так, нет, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Магмуртар. Прощай, Магмуртар. Мне кажется, лучше днем вот это все дело, потому что ночью хрен будет что-то видно. Урсаринг. Октеллери. Ух, какой. Голем. Шайни. Я так смотрю, он... А, мы же меняли, ага. Голем. Шакл Шайни. Ну, как бы... Тут он почему-то Шайни не показывается. Да, только там в окошке. Ну, не в окошке, а там слева, да? А вот так почему-то в этой версии текстурку ему не сделали. И, конечно же, ребята, Шайни Метагрос. Вообще, охренеть, если честно, Шайни Метагрос. Не... Скажу, что... Ну... Не очень часто он так спанится. Можно и так сказать. Дальше у нас Зоруарк. Шенгалур Шайни. Бро Шайни. Донфан. Хундум. И также Шайни, вроде Праймейп. Да. Всё, ребята, второй бокс подошёл к концу. Сейчас у нас третий бокс. Да, в принципе, мы, если честно, с этим даже быстренько так справляемся. Со всеми покемонами попрощаться, конечно же, нужно показать всех покемонов, которых мы только словили. В принципе, это даже быстро в какой-то степени. Пипинсир, ребята! Вот Пипинсир мне самое большее заспамился... Заспамился. Запомнился только своим именем. Пипинсир, да, можно и так сказать. Дальше. Ноктовл. Твою мать. Я надеюсь, мы его сможем убить. Да. Ноктовл Шайни. Ой. Дальше у нас Забдос. Клинкланг Шайни. Дан Спарс. И Стараптор. Шайни вроде. Да. Вроде Шайни. Третий бокс у нас уже, ребята, идет потихонечку, потихонечку, потихонечку. Дальше. Ой, да. Гигалиф. Вот он. Вайлиплум Шайни. Веномов. Хитмунтоп. Розовенький. Шайни. Такой пицютька, можно и так сказать. Дальше. Ратикейт у нас идет. Шайни. И Янмега. Вот она. Дальше. Третий бокс у нас идет уже вот тут. Опа, опа, опа. Так. Эмолга. Пока Эмолга. Старми. Ой. Рампардос, конечно же. Динозаврик такой, да? Можно сказать, в какой-то степени. Шайни Камерапт. Коровушка. Коровушка, ребята. Электрод Шайни. И Саблей. Вот он. Так, дальше. Кто у нас идет дальше? Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Райпериор. Да, твою мать, ну что вы такие нафиг неугомонные? Райпериор. Вот. Сикинг. Шайни. Скулипед. Ариадос. Шайни. И Стантлер. Круто. И также яички, точнее, эволюция. Экзегьютор тоже Шайни. Шайни, Шайни, Экзегьютор. Это, конечно же, очень круто. Яички Шайни, да? Так. Дактрио. Ну, прощаемся дальше. Шайни Дактрио. Сандыш. Шшшшшшш. Ну, короче, вот это. Альпум. Мамосвайн, ребята. Эволюция пылесоса нафиг. Шайни Мамосвайн. Ксату. 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 Хрен его знает. Если бы по-португальски я читал, да, как тут разговаривают. Я бы прочитал Шату. Потому что у них буква Х читается как Ш. Я не знаю почему, но я бы прочитал Шату по-португальски. По-английски, наверное, Ксату. Но, все же. Дальше у нас идет Бравьяри. И третий букс у нас уже, ребята, закончился. Четвертый. В принципе, мы идем так быстро, если честно. То есть, я ожидал намного вот это все дольше будет. Хотя, если я помню, в предыдущих сезонах мы с каждым покемоном отдельно прощались. Вот, например, Бишарп. Мы тебя словили тогда-то, тогда-то. Ты был нам лучшим другом. Ты познал нас в горе и в беде и в радости. Бишарп. Наш любимый Бишарп. И вот так мы прощались с каждым покемонами. И сейчас, в принципе, вот так просто прощаемся. Ну, круто. Шайни Бишарп. А вот с Лукарио, да. Лукарио, это вроде один из первых наших капитанов. И, в принципе, он заслуженно им стал. Заслуженно вышел на пенсию. Я спасибо говорю тем, кто мне посоветовал его взять себе как капитана. Я думал, он не справится. А ну, нахрененно как справился, ребята, честно вам скажу. И прощай, Лукарио. Дальше у нас Флорион. Гроудоша, конечно. Гроудоша, это вроде наш второй капитан. Вроде был, да. Но это как бы легенда. Поэтому прощай. Гроудоша, Бастиодон и также Суикун. Вот, Суикун. Четвертый бокс. Четвертый бокс, ребята. Тут тоже есть парочка легенд в четвертом боксе, как я смотрю. Так, Тайфлоужен. Пока Тайфлоужен. Анжелочка. Ребят. Ну, мы же будем скачать по Анжелочке. Ну, это же Анжелочка. Ну, как можно не заскучиться по Анжелочке. Анжелочка. Только обернись к нам лицом, а не жопой. Мы же с тобой прощаемся, Анжелочка. Да, ну, смотри, какая наглая нахрен. Прощай. Дальше у нас идет Энтей. Дальше у нас идет Нидо Квин. Вот. Дивгонг. Шайни. И Ариодактиль. Вот он. Дальше. Четвертый бокс уже, ребята. Ух, мы уже практически подошли к концу, можно сказать. То есть четвертый, пятый, да? Вот так. Дальше у нас идет Лиавани. Шайни Лиавани. Это круто. Лидиан у нас идет Шайни. Глассион. Арчиопс. Лунатон. Поливраф. Поливрат. Как что-то он там разговаривает с собой, как я понял. Так, дальше. Дальше у нас идет Баттерфри. Вот. Баттерфри. Арканайн. Шайни Арканайн. Шайни Милтанг. Это вообще Милтанг. Свамперт, конечно же. Свамперт наш... В принципе, свамперт наш стартовик, ребята. Шай... Нет, не стартовик. Да, стартовик. Свамперт наш стартовик в этом сезоне, ребята. И он, в принципе, тоже послужил так на славу, потому что он был первым нашим капитаном. Вообще, первым-первым-первым в этом сезоне капитаном в этих командах. И, в принципе, он заслуженно тоже выходит на пенсию вместе с Лукарио и остальными, ребята, капитанами. Дальше у нас идет Смиргл. И Дропион. Вот он. Дальше. Это какой бокс закончился? Это четвертый, да. Это четвертый бокс закончился. Заканчивается сейчас. Дальше у меня Сониξ. Тропиус. Найн Тейлс. Шайни. Лан Турн. Форес. Форет Рэс. Короче. Короче, вот это охренел знает, что это вообще такое. И Ча Тот. Так. Пятый бокс, ребята. Пятый бокс уже. А там семь вроде, если я хорошо помню. Так. Кто у нас идет? Реу Никлус. Вот. Сайзор. Шайни. Сизор. Хитмон Ли. Наш каратист. Кьогр, конечно же. Кьогр, ребята. Сол Рок. И также Голдак вроде Шайни. А нет, не Шайни. Ну, ладно. Пятый бокс, да? Вот он уже. Вот он, вот он, вот он. Так. Дальше у нас идет Шайни Пиджиот, ребята. Пиджиот. Живот, короче. О, точно. Может нам Пиджиота потом в живот называть? Прикольно. Дальше у нас идет Края Гонал. Дрифблим. Уимси Кот. Вот он. Прощай, Нидо Квин. Э, Нидо Квин уже была. Нидо Кинг. Тоже Шайни вроде. И Хитмун Чан. То был каратист, сейчас боксер. Ну, какой-то ты боксер. Очень такой маленький, низенький и нафиг. Но все же. Дальше у нас идет. Дальше, 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 дальше. У нас идет Канга, Канга, Канга. Ну, короче, вы поняли. Кенгуру вот этот. В какой-то степени. Мантин. Ух, мантин. Мантайн. Ух, ребята. Вы помните первого Мантина, которого мы пытались словить? И он был Шайни. Паскуда. Такая паскуда нафиг. Мы на него столько болов потратили. И он нафиг не словился. Но твою мать. Ну, вот этого мы уже словили нафиг. Заразу вот эту. Дальше у нас идет Электри Вайер. Наверное, один из первых яичек, которое вылупилось. Эликит. И потом стал Электри Вайером. До Дрио Шайни. Таурос у нас идет. Куда-то. И Крастла, ребята. Камешек. Ну, камушек. Ни хрена себе камушек. Да, стукнуть по башке нахрен. Сдуреть можно. Камушек. Так. Пятый бокс уже, ребята, у нас подходит к концу тоже. У нас идет... Куда у нас идет? Почему я опять говорю, у нас идет? Ну, наверное, с этого сезона куда-то у нас идет Бедрил. Ликитунг. Языка сэй, нафиг. Дальше у нас идет Блисси. Армалду. Армалду, Армалду, короче. Киндлер. И Парасект у нас идет. Так, вот сюда. Это пятый бокс, да? Пятый бокс, пятый бокс, пятый бокс уже практически закончился. Дальше у нас идет Фарфетчт. Политоид. Зелененький такой, нафиг. Жаба какая-то. Действительно, жаба в какой-то степени. Кингдра. Вот она. Визинг. Наш крутой перец, ребята. Наш Глайскор. Я действительно буду по нему скучать. А как вы, ребята? Глайскор тоже себя, если честно, очень хорошо показал. Тоже спасибо вам за то, что вы мне его предложили сделать капитаном одной из команд. Потому что, честно, я даже по нему скучаю. Он действительно был крутым перцем. Действительно, показывал себя в бою. И действительно, он носит звание быть достойным каким-то капитаном. Да? Он носит это звание. Он действительно может быть каким-то крутым капитаном. Дальше у нас идет Шайни Мак. Зелененький. Поносик какой-то. Пятый бокс у нас закончился, ребята. Шестой бокс. Шестой бокс у нас идет. Так. Шестой бокс. У нас идет Генгар. С Генгаром воспоминания. Ну, я хотел сделать Генгара когда-то капитаном команды. Но иди сюда. Куда ты нафиг убежал? Ну. Мы закончили сезон в какой-то степени быстро. И мы его даже не успели сделать капитаном. Он бы у нас был капитаном после... После кого он у нас там должен был быть? Вроде после Драгунайта. Но мы даже Драгунайт еще до конца не успели докачать. Потому что мы взяли Мьюту. Поэтому извиняюсь, Генгар. Но ты у нас и не смог стать капитаном. Дальше у нас идет Лугия. Лугия. Вспомните нафиг приключения этой Луги и Киогра. Сколько мы их выжидали. Сколько мы за ними охотились. Это просто охренеть было. У нас вроде были практически уже все легенды. Но у нас не было ни Киогра, ни Луги. И мы за ними столько нафиг охотились. Что это можно было сдуреть просто. Но все же они наконец-то вылезли. И мы наконец-то словили эту Лугию. Дальше у нас идет Квиллфиш. Селеби. Ну Селеби, если честно. Мы тоже долго вылавливали, вылавливали, вылавливали. Потом в какой-то неожиданный момент. В нужный момент, в нужное время, в нужном месте мы взяли. Депэкнулись. И сразу вылезли две Селеби. Наверное, какая-то сладкая парочка. Мальчик, девочка. Вышли на прогулку ночью. Посмотреть на звезды. А тут, бум, нахрен Эдисон. Прилетел, бум. Словил Селеби в Даскбол, ребята. Не в Мастербол. В Даскбол мы ее словили. Это круто, ребята. Дальше у нас идет Галвантула и Алтария. Шестой бокс у нас продвигается дальше. Шестой, шестой, шестой бокс. Шарпедо. Шайни. Клойстер. Почирису. Прощай, Почирису. Дилибирд. Вабуфет. И Скармори. Ва, Скармори. Шестой, так, шестой бокс, да? Шестой бокс у нас, ребята. Наш, 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 наш Мачамп. Четырех руки Мачамп. Офигеть. Мы его даже, если честно, недавно словили. То есть до конца сезона мы никак не смогли словить Мачопа. Потому что, ну, в принципе, я знаю, ребят. Я просто забыл, да, про Мачопа. И вот Мачамп, ребята. Персин. Белсон. Вот. Сиджи Лив. Самовар. Я не знаю, почему, ребята. Ну, приглядитесь. Ну, разве это вам не напоминает какой-то, нафиг, самовар? Я не знаю, почему, но мне почему-то он напоминает какой-то самовар. Какой-то... Какой-то чайник, да? Что-то в этом роде. Я не знаю, ребята, почему. Ну, почему-то есть такая ассоциация, да? Что вот, вот, Сиджи Лив, какой-то чайник, нафиг. Не знаю. Клифф Эйбл. И Вайлорд. Это громадина будет. Ну, вот. Шестой бокс, ребята. Так, шестой бокс у нас уже идёт вот туда. Вот он. Виглитав. Вот. Виглитав. Омастар. Виавайль. Джинкс, которого мы словили нафиг в паркбол, потому что он у нас был лишним в какой-то степени. И Джинкс. Вот мы словили. Так, Драгонайт, наш последний капитан, если не считать Мьюту. Потому что Мьюту мы только взяли капитаном, потому что, ну, как бы, это и последняя в какой-то степени легенда. И плюс это же Мьюту. Мьюту не делается каждый, там, пару серий. В принципе, Мьюту, вот, ребята. Офигеть. Мы даже Драгонайта не успели докачать. А мы ещё Генгара хотели брать потом после Генгара. А кого после Генгара взять? А мы ещё даже Драгонайта, ребята, не докачали. А уже заканчиваем сезон. Ну, может, если бы мы не взяли Мьюту, то, может быть, Драгонайт у нас уже докачался. Может. Но не факт, ребята. Но Генгара мы бы и так, наверное, просто-напросто не успели бы взять. И Поригон З. Я бы вам хотел показать все эволюции. Поригон, Поригон 2. Но вот Поригон З это финальная эволюция, ребята. Поригоша. Поригон. Так. Шестой бокс. А нет, только шесть боксов, ребята. Только шесть боксов. Седьмой это уже только Мью. Так, дальше. Так, дальше, ребята. Кинг. Шайни, нафиг. С зонтиком так на шее, как будто у него хрен его ожерелье какое-то там. Дито. Мистер Майм. С Дито у нас, вы помните, было приключение с Дито, нафиг, который прям взял и поглотил, нафиг, мастер-бол у меня с инвентаря без моего разрешения. Вот потом у нас разборочки и Дито и были, ребята. Но все же, потом мы это разъязали. Того Дито удалили. Вернули себе мастер-бол и словили Дито обычным болом, можно и так сказать. Мистер Майм. Вот он. Снорлакс. Вот. Курсоло. И Майнун. Дальше. Это все, это шестой бокс, ребята. Все. Мью. И, конечно же, Мью. Все. Все, ребята. Мью. Мы попрощались со всеми покемонами. Даже как-то это в какой-то степени быстро было, если честно. Но все же, ладно. Давайте, знаете, что сделаем. Давайте возьмем всех капитанов. Давайте просто-напросто возьмем и соберем всех капитанов. От первого до последнего. Если у нас, конечно, хватит места. Но все же. Кого мы берем? Мью-ту пока что давайте не будем брать. Давайте возьмем... Кого мы там должны взять? Давайте возьмем сначала Свамперта. Так как Свамперт у нас, в принципе, был первым капитаном. Только я не вижу, где он, если честно. Ребята, вы видите Свамперта? Или я его случайно удалил? Ребята, где мой Свамперт? Вот он. Вот он. Дальше. Кого Лукарио нужно найти? Нужно найти Лукарио. Метагрос у нас тоже капитаном не был. Хотя, мне кажется, был бы он нормальный, если честно. Метагрос. Ну, хрен его знает, честно, ребята. Дальше. Лукарио. Вот Лукарио. Лукарио третий. Гроудоша. Четвертый у нас вроде кто там был. Глайскор у нас был четвертым. Пятым Драгонайт. А шестым Мью-ту. Вроде так. Вроде у нас только шесть капитанов. Вроде так. Будем ходить с ними. Ну что, ребята. Прощаемся. Там у нас музей. Но мы еще туда пока что не идем. Машина для клонирования. Клонирования. Как я вообще сказал. Короче, для клонирования. Где мы сделали Мью-ту. Пару серий назад. Это плантация с самого... Самых первых серий, можно сказать. Мы это посадили. Немного собрали. Потом мы сделали себе пару стаков болов, которых нам хватило практически до конца сезона, ребята. Это, в принципе, нормально, потому что мы потрудились. Сделали. Собачка. Прощай, собачка. Хоть я не знаю, как тебя зовут. Мы почему-то даже не дали имя нашей собачке. Я не знаю... Собачка. Прости нас. Мы тебе не дали даже имя. Ну, я надеюсь, ты на нас не обижаешься. Ты охраняла наш дом. Не пускала агрессивных покемонов в наш дом. Не пускала всяких там... Не знаю, кто там агрессивный покемон. Сидела, охраняла. Не лаяла по ночам. Это самое главное. Давала нам спать. Сторожила. Спала. Кушала. И охраняла. Спасибо тебе за это. Наш дом, ребята. Который я сам придумал. Не скопировал. Сходу придумывал. И сходу строил. И, в принципе, ребята, мы строили это с вами. Давайте сначала пойдем направо. Тут у нас полежать можно. Присесть, посидеть в окошко. Покушать, если хотите. И тут у нас, ребята, баня. Или сауна. Или просто какой-то, не знаю, бассейн. Потом с бассейна вылезли. Пум. Сели. Легли на гамак. Все, ребята. Потом лежим такие на гамаке. Перевернулись. Опять в воду. Так, дальше, ребята. Тут у нас коврик. Прихожая. Идем налево. Лампочки. Тут у нас кухня. Кухня, кухня, кухня. Наши печки. Обсиденовые, которые мы делали. Которые, в принципе, очень даже быстро жарят. Печеньки, ребята. Не забываем брать печеньки. Я там для вас приготовил. Почему никто не брал печеньки? То есть, конец сезона, даже никто одну печеньку не взял. Ну, все же, ладно. Ставим компьютер на место. Вот сюда. Дальше. Фоссел-машина. Теперь спускаемся в наш подвал, ребята. Ну, в подвале такого ничего особенного нет. Тут у нас чарилочка. Вот она. А тут еще ниже, еще подвал. Из подвали. Вот тут у нас портал ватт, ребята. Ну, что. Идем сейчас наверх, на второй этаж. Вот такие у нас ступенечки. Тут у нас склад. Свинюшка. Склад. Много. Ну, тут ничего. Тут ничего. Тут ничего. А, у меня вещей. Я все же очистил. В принципе, у нас уже больше ничего нет. Но тут как бы у нас был склад, ребята. Дальше. Вылечимся. Тут наша спальня. Вот сюда мы поднимаемся. Тут наша спальня. Наша королевская кровать. Нафиг. Двухспальная. Тумбочка. Тумбочка. И тут посидеть тоже, посмотреть, что и как. Наша спальня, ребята. В принципе, все. Домик мы посмотрели, если честно. Как-то быстро. Дальше. Наш дворик, который я строил. И который просто действительно очень охрененно получился. Давайте посмотрим его детально. Тут у нас гостевой домик. Тут посидеть можно. Тут поспать, если что можно. Тут у нас тоже гамак. Можно сюда прийти между двух деревьев. Залезть. И просто-напросто на природе лежать. Отдыхать. Дышать свежим воздухом под деревьями. Ребят, это прям детство какое-то, честно. Когда я был маленьким, там лет 7-8. Я ездил там в деревне. И, в принципе, я там помню. От детства было. Ни компьютеров, ребята. Ни телефонов. Хоть я с 2000-х, можно так сказать. Но 2000-х это такие годы, где только вот это все появлялось. Если наши родители говорят, что, мол, у них там вот этого ничего не было. И они там, я не знаю, что они там делали. То, когда я был маленький, то у меня только вот это все появлялось, да. Хоть мне можно сказать. У меня день рождения, ребята, приблизительно через полтора месяца. Мне стукает 20 лет, ребята. А я себя ощущаю, ну, на лет 15-16. Я не знаю, честно. Вот только недавно мне было 15 лет. Вот эти годы как-то. 16, 17, 18, 19, 20. Это как-то, я не знаю. Мне как-то они, ну, нереально просто пролетели быстро. Вот 20 лет, охренеть. Хоть можно сказать, я молодой, но я себя чувствую, как будто я уже какой-то старик. То есть, только что мне было там 15-16 лет. Я был, ух, такой парниша задорный. Сейчас мне уже 20, я уже сижу. Уже что-то, знаете, как-то не ощущается себя, что вот я там, мол, задорный такой. Я не знаю, честно, ребята. Но все же, в детстве я реально вот так ездил, гулял. Там ни компьютера не было в деревьях, нихрена. Я там бегал, кур гонял, бабушке на огороде помогал там копаться, картошку садить. В принципе, это реально охренеть было. Тогда ни компьютеров толком еще не было, ничего. Ну, ладно, ребята. Тут у нас дача-творик, тут у нас посидеть на улице можно. Официант, что-то сюда-то нам несите. И тут сесть, тоже на улице, в такой большой беседке посидеть, расслабиться. Тут у нас деревья, тут у нас маленькая беседка, тоже так посидеть. Тут у нас гамаки, ну как гамаки, в принципе, кресла такие, да, пляжные тоже можно сесть, полежать. Если солнце очень печет, зонтик залезть и тоже полежать, поддыхать. И вот тут хренакс, хлюпс, скупнуться тоже вот так, ребята, чуть-чуть. Замечательно. Вроде мы тут все посмотрели, вы весь наш дом посмотрели, ребята. Дальше, давайте вот сюда мы налево. Тут у нас... Кожаные, золотые, железные, золотые и алмазные стенды крыльев. Я, к сожалению, не смогу сейчас делать алмазный вот этот стенд, потому что просто-напросто у нас не хватит ресурсов. И алмазов, тем более. Ну, тут, ребята, тут у нас вот эти все посадочки. Сейчас я быстренько слечу. Тут у нас все посадочки, деревьев всяких разных, яблонь, вишен и всякого другого, ребята, которое мы сажали где-то в середине сезона, когда мы хотели делать ресторан. Но я так посидел тогда, подумал и понял, что если мы будем делать что-то с рестораном, связывать, то мы в какой-то степени забудем про пиксельмоны вообще, про покемонов, и будем только сосредоточены на одном ресторане. И, в принципе, так оно и было несколько серий. Потом я так ребятам конкретно сказал. Нет, ребята, это очень как-то долго продлится. А если честно, если бы не вот этот музей, ребята, исключите музей, исключите ресторан, то мы бы закончили это где-то на сотой серии и даже быстрее, ребята, честно. А если бы мы дальше продолжали с музеями, с рестораном, то мы бы вообще хрень его знает, когда закончили. Ну, ладно, ребята, идем направо. Тут у нас мы спаривали покемонов. Идем сюда. Тут у нас крутая такая площадка для посадки ресурсов. В принципе, очень крутая она, но я не успел ее засадить, потому что, как я сказал, в ресторане. Это было сделано для ресторана. Тут у нас вагонетка должна быть и идти туда в ресторан. Я просто-напросто, ну, не стал ее использовать, потому что мы в какой-то степени забыли про ресторан. Или просто-напросто, ну, больше ничего не делал, никакую еду, потому что я уже сказал, ребята, если бы мы дальше продолжали сосредотачиваться на ресторане, то это бы еще очень много времени заняло. Вот ресторан, который, в принципе, ребята, вот просто см... Взгляните. Я его сам строил. Сам, ребята. И он у нас действительно получился какой-то крутой. Потому что, ну, это нужно в какой-то степени иметь хорошую фантазию. Даже не то, что фантазию, а хотя бы нужно временные помутнения, чтобы тебе в голову стукнула какая-то идея. Ты себе представил, ага, вот ресторан там будет, то там будет, то, ага, ага, ага. И пошел строить, как бы. И, в принципе, действительно крутой. Так, в какой-то степени получился ресторан. Тут у нас гости сидят. Тут отдохнуть, отдохнуть. Тут мы хотели для подписчиков выполнять их заказы. Может, в следующем сезоне или в дополнительном сезоне мы это тоже будем делать. Тут у нас кухня. Это мы все готовим, готовим, готовили тут. Дальше у нас... Тут у нас печки. И, в принципе, ребята, мы выходим и идем отсюда с нашего ресторана. Что у нас еще осталось? У нас вроде еще осталась качалочка. Качалочка, да, у нас еще осталось. Где она? Вот она. За качалочку тоже нужно сказать огромное спасибо. Потому что, если бы мы не пользовались качалочкой, мы бы закончили сезон еще не знаю когда. А качалочка, в какой-то степени, нас даже выручила. Потому что она помогла нам закончить сезон быстрее. Сюда мы выкидывали вещи. Тут у нас правило. Забегаем в нашу качалочку. Близи, пока, Близи. Пока, Близи. Пока, Близи. И пока, Близи. Вы нам очень помогали. Прогачивали наших покемонов. Мы вас убивали, убивали, убивали. Но вы респавнились и респавнились. И поэтому... Это круто, Близи. Из-за того, что вы нам помогли прокачать наших покемонов. Вроде все, ребята. Вроде все. Больше я ничего не вижу, что нам нужно сделать. Единственное. Это... Заспавнить заразу Райквазу, ребята. Зараза Райкваза. Нужно, честно, нужно ее взять и заспавнить. Потому что... У нее спавн, ребята, ну не очень. То есть... Мы не смогли словить Райквазу, а продолжать сезон с Райквазой нет смысла, если честно. У нас прокачаны все покемоны. У нас все покемоны. Что нам сейчас делать? Это не факт, что Райкваза еще заспавнится в какой-то... Ближайшей серии. Нам не нужны вещи с боссов. Нам не нужен уже толком опыт с боссов. Нам не нужно толком вообще нифига с боссов не убивать, не ловить, не прокачивать. Все, что нам нужно, это Райкваза. У Райкваза спавн не очень, если честно. Сейчас сидеть еще хрен его знает сколько серий в одном месте и просто ждать. Но когда, 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 когда же уже это Райкваза заспавнится? То, ребята, если честно, не очень хочется. Мастер-болл у нас был. Почему у меня все... Что это за хрень, ребята, у меня с картой произошла? Где мой мастер-болл? Где мои все вещи в бэкпаках? Ладно. Ладно, ребята, не будем париться. Возьмем себе мастер-болл, да и все. У нас был мастер-болл. Кто, кто только пришел на мой канал и сейчас скажет, вот эти санчитеры, он, ладно, ловит Райквазу, потому что у него спам не очень, но мастер-болл ты бы мог хотя бы свой, да, там, взять. Но мастер-болл у нас действительно был, просто я сейчас смотрю, ребята, у нас хрень какая-то даже с теми же бэкпаками. Вы видели тоже в сундуках, у нас там почему-то нет вещей. То есть все мои вещи куда-то пропали. И в бэкпаках тоже пропали вещи. Хрень его знает, если честно. Ладно. Поке-спам, Райкваза. Опа. Ух ты, зараза. Ух ты, зараза, ребята, оно такое шустрое нафиг. Не лети к музею, пожалуйста, не лети к музею. Во. Потому что там лаги. Мастер-болл. Последняя легенда и надежда, что будет 100% заполненного покедекса, хотя мне кажется, это не будет, ребята. Потому что вы видите, что там еще куча покемонов. Ну в какой-то 7, мне кажется, это вот это, 100%. Да, ребята! Это 100% покедекса, в какой-то степени. Но я почему-то не понимаю, почему мне пишет только 90%. Хотя, по сути, должно быть 100%. Отчуменс. Нет, ребята! Это 100% покедекса. Больше просто-напросто тут нету. 1, 10, ага, 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 50, 60, 70, 80, тут 80, 90. Во! Да! Вот, 90%. Тут не пишет 100%, но как бы это 100%. И знаете, что-то, если перевести Pixelmon Master. Заполни весь покедекс. Complete the покедекс. То есть, полностью 100%. И как мы, ребята, гадали, Райкваза была действительно финальным покемоном. Финальным покемоном, который нам нужно было словить, чтобы заполнить на 100% покедекс. Фух! Это доказывает то, что я не упустил ни малейшую какой-то... Я не знаю, то есть, мы словили... У нас есть и всей первой эволюции, и всей второй, и всей третьей эволюции. У нас есть даже все покемоны. Это доказывает то, что мы не упустили ни одного покемона. Мы словили каждого покемона, и каждого покемона мы прокачали. Потому что 100% это только, когда заполняются полностью все эволюции всех покемонов, которые сейчас присутствуют в моде, ребята. 100% покедекса. Это первый из пяти сезонов, когда мне удалось заполнить 100% покедекса, ребята. У меня такого еще не было, честно. За все пять сезонов это первый раз. Потому что, ну, как-то у меня не получалось. Я, может, там упускал какие-то там покемоны. Одного, двух покемонов, трех я упустил. Или, например, там третью эволюцию упустили. Или, например, где-то там за спаунцей Шайги Пикачу, да? То я словил Пикачу, прокачал в Райчу и выложил в компьютер. А Пичу мне как-то похрен был. А сейчас нет, ребята. В этом сезоне мы ловили каждого покемона, прокачивали. И смотрите, 100%. И действительно, Райкваза была сотым процентом этого покедекса, ребята. Ой, почему я включил? Твою мать. И, конечно же, ребята, это не моя заслуга, это наша заслуга. Ребята, вы же мне помогали ловить. Когда я не знал, какого покемона у меня нету, вы мне флудили и вконтакте. Вы мне и тут писали, и в комментарии, и говорили, что вот Эдисон. Напоминаем, у тебя нету вот этого покемона, слови, чтобы заполнить 100% покедекса. Писали, вот того нету, того нету, того нету, того нету, того нету. И только с вашей помощью мы запомнили, не запомнили, запомнили ровно 100% покедекса. Это, ребята, наша заслуга, и за это спасибо вам огромное, за то, что вы оставались к концу этого сезона. 100% покедекса, это, ребята, реально круто, потому что у меня еще никогда не было 100% полностью заполненного покедекса. Это реально круто, ребята, это круто Сериал уже нормально длится И, как я говорил Как я говорил, ребята, сюрпризик Для вас в конце Сюрпризик Для вас в конце Я выключаю Все шейдеры Я выключаю все, что тут только можно Ребята Ну, потому что вы представляете, что это будет Фух Не, не кричите, я карту выложу Кстати, ребята В описании есть ссылка на карту Пятого сезона Вы можете зайти и также посмотреть на наш музей На мой дом, точнее на наш дом в этом сезоне На все вещи, на все постройки На все-все-все, что у нас было в этом сезоне Вы можете зайти и просто-напросто Поиграть на этой карте На карте пятого сезона, где мы Искали приключения И сейчас вы можете зайти и поиграть Ребята, тут Поэтому на карте уже есть музей У меня, в принципе, есть копия этой карты Но все же я могу просто-напросто потом взять И ее заново запихнуть Но сейчас нет, ребята Сейчас нет Сейчас мы будем взрывать музей Который Ну, в какой-то степени нам испортил сезон Ну, не до конца Мы вовремя остановились Но в какой-то степени он действительно его испортил Многие люди хотели попасть в музей Не для того, чтобы меня поддержать Комментариями Не для того, чтобы просто Показать, что они активные подписчики А просто-напросто, чтобы засветить свое имя Чтобы они были у нас в музее То есть Они не смотрели видео Они не ставили лайки Они просто заходили Оставляли какой-то комментарий У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у ребята пока нет пока мы это взрывать не будем знаете только почему потому что я хочу сделать screen screen 5 сезона screen 5 сезона так я не хочу падать вот так screen ребята 5 сезона если конечно это получится вот это все за скринить было бы круто но вряд ли если честно это все полу нужно было с хотя хотя ладно ребята потом потом сделаю так потопали это будет эпично мне так кажется главное чтобы не вылетел майн чтобы не зависла чтобы так главное чтобы не вылетел май май не зависла гана чтобы все было нормально потому что если это зависит если это вылетит то Это будет не очень хорошо, если честно Но все же, ребята, давайте Один, два, три Улетаем Это охренеть просто Охренеть Был музей, и сейчас его просто-напросто Не будет Конечно, отсюда мелочей не взорвется Потому что это просто-напросто В какой-то степени нереально Хоть и смотрите, сколько у меня там Этих блоков ТНТ Но до конца это, конечно же, не взорвалось Ну все же, посмотрите, что у нас осталось От нашего музея Посмотрите на карту, ребята Это охренеть просто Какой-то мини-апокалипсис тут произошел Сейчас уже можно Можно включать шейдеры Хоть, в принципе, лаги и не убавились Вроде, наверное, так и есть Но все же, ребята Вот остатки нашего музея Вот только крыша осталась Да, вот это каркас крыши И, в принципе, вот тут немного Наш подвал остался еще чуть-чуть А так вообще, ребята, охренеть Взорвало практически все Вот даже вода сюда уже потекла Смотрите, уже вот тут вода все заполняет Охренеть музей Ладно Все Все, ребята Выкидываем все вещи Ух, как-то даже Немного грустно заканчивать очередной сезон Потому что всегда налетают на тебя воспоминания Всегда ты начинаешь ностальгировать По сезоне и как-то понимаешь Весь наш труд сейчас заканчивается Потому что сезон закончился И нужно начинать новый сезон Ну, в принципе, как наш труд Не напрасно же пошел То есть Все, что мы делали в этом сезоне Мы сделали Мы довели это до конца И Это успех Наши ребята То, что мы взяли Закончили сезон полностью На все 100% В первый раз 100% Покедекса Ребята Больше нам двигаться в этом сезоне Некуда Поэтому Ни время Ни 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 силы Ни потраченные Зря Потому что мы все же взяли И закончили этот сезон И довели до конца Ребята Поэтому сказать, что Все наши силы Все наши старания Пошли Зря Это ничего не сказать Не то, что ничего сказать А Если сказать, что все наши силы И старания пошли И куда-то зря То это можно сказать Что мы просто-напросто врем Потому что все наши силы Довели до вот этого Все, что мы построили И все, что мы выполнили И все, что мы сделали В этом сезоне Ребята Фух Фух, ребята Я даже не знаю Честно Ээээ Я не знаю, что говорить Пятый сезон Вот он Конец его, ребята Сколько там Около 45 Ну, короче Как всегда у нас Практически финальные серии У нас получаются Часовые Потому что нам Вот это все нужно Посмотреть Рассмотреть И Довести до конца Да Сделать выводы сезона В каждом сезоне Я в конце говорю Какие ошибки Ошибки Мы Допустили в этом сезоне И чтобы не допустить Их в следующем Сезоне Если он будет Каждый сезон Мы что-то Усваиваем Да И Не делаем это В следующем сезоне Потому что Понимаем Что это ошибка Которую мы допустили В предыдущих сезонах И не стоит Этого делать В следующем Я не знаю Какие ошибки Были в этом сезоне Наверное Главная ошибка Это была музей Как я уже ранее Объяснял Я хотел повысить Эффективность Точнее Активность Видео В какой-то степени Да Это повысилось И стало Намного больше Комментариев Около Хотя я честно Не помню Не буду гадать Но было много Комментариев Потому что Каждый хотел попасть В музей Каждый флудил Даже не то Что комментировал Каждую серию А если он новенький На канале Он мог зайти Под каждой серией Просто подряд Пум Написать Круто 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 До последней серии Это он все На флудил На 100 серий Там за пару минут Потому что он написал Круто везде И начинает Меня обзывать Эдисон Я комментирую С той серий С той серий Подряд Я комментирую С первой серии А ты зараза Меня до сих пор Не добавил В музей И что с этими людьми Делать Которые пришли За пару минут Там оставили На каждой серии Комментарии Уже на меня Матеряться Мол Эдисон Я комментирую С первой серии А ты меня не добавил Нахрен в музей И это действительно Была ошибка После того Как мы забили На музей И лайков стало меньше И комментариев Стало меньше И в какой-то степени Да Можно сказать Я ребята С вами согласен То что Сезон не испортился В какой-то степени Из-за музея Но вот Музей он там Разрушенный Уже Поэтому мы с ним Попрощались Вторая ошибка Я не знаю Честно ребята Вторая ошибка Это наверное Ресторан Хоть мы Вовремя на него Забросили Его забросили Но все же То есть Я хотел внести Какое-то разнообразие Но по сути Я То ли не умею То ли это нереально Вести Пару дел одновременно И искать покемонов И качать И параллельно Искать Вот эти все ингредиенты Чтобы делать ваши заказы Для этого Как я Говорю Можно сделать Отдельный сезон Не прям кулинарный Да Не 100% Потому что Это тоже будет Не очень Не очень увлекательно И можно сказать Быстро надоест Потому что Если мы будем От первой серии Там до сотой серии Того сезона Каждую серию Искать ингредиенты Каждую серию Выполнять Чьи-то заказы Каждую серию Делать блюда Хоть и новые Но блюда Одно и то же Можно сказать Тоже очень бы Быстро надоело И люди бы тоже Наверное Писали свои комментарии Да может и будут Если у нас будет Такой же сезон Хоть мы не будем Этим заниматься Круглосуточно Не будем Готовить людям Круглосуточно Иногда В принципе Ребята Ошибки Я не знаю Что можно исправить В следующем сезоне Честно Ребята В этом сезоне Я пытался сделать Что-то уникальное В этом сезоне У нас не было Магазинов Но Это тоже Очередной Минус У нас Куча вещей Которые мы Не используем Эти кучи вещей Довело нас до того Что мы создали Качалку Платную качалку Если бы у нас Не было такой кучи Вещей Мы бы ее Просто-напросто Не создавали Потому что Не было бы куда Тратить Было бы куда Тратить вещи Даже с тем С той же качалкой Мы просто не успевали Вещи тратить Мы за одну серию Убивали Там боссов Нам им подало 15 вещей За серию Мы тратили 10 вещей То есть Можно сказать Что мы еще и больше Какую-то часть Тратили Но большую часть Мы выигрывали Поэтому ребята Я не знаю Поэтому я не делал Магазины Хотел что-то Сделать Какое-то разнообразие Но получилось Тоже можно сказать Только хуже С магазинами Мы бы просто-напросто Эти вещи продавали И может даже Какую-то большую стоимость Делать на что-то И в какой-то степени Может бы было Даже бы лучше Потому что Если вы Знаете Ну в этом сезоне У нас только один Экспешер Выпал за целый сезон И это Хреново Потому что С одним экспешером Это очень Трудно качаться Как мы качались В предыдущих сезонах Пять экспешеров На пяти покемонов Капитан И попер капитан Нафиг Хоть и по чуть-чуть Опыта Но всем опыт льется Просто-напросто И мы качали всех Одновременно А так ребята Было сложно Экспешер С одного перетаскивать На другого И вот это все А с магазином Это плюс НПС Разнообразие Есть какое-то Хотя бы Малейшее Причувствие Каких-то Хотя бы НПС В городе Да То что Не кажется тебе Что ты единственный Персонаж В этом Большом мире Где ты играешь Один А хотя бы Есть какое-то Присутствие НПС Хоть Они не живые Люди Люди Но все же И в принципе Мы бы продавали Вещи И покупали себе Нужные вещи Хоть не сразу Так меняли Одна вещь На другую А хоть там 50 вещей На одну Нужную вещь Мне кажется Было бы Реально круче Это мы наверное Исправим В следующем сезоне Также Большущая Ошибка Этого сезона Это конечно Мод на крылья И реактивные ранцы Хоть он и очень полезен Ребята Но он очень упрощает И это можно сказать В какой-то мере Читерство Мы очень быстро Передвигались Нам не нужно было Ни летающих покемонов Это в принципе Фишка этого Покемона Этого мода Да Ловишь летающего покемона Садишься Полетел Куда тебе нужно А с крыльями Ты за секунду Можешь Пролететь там Пару тысяч блоков И И все Ты пролетел И все То есть Все Никаких усилий Можно и так сказать А тогда Когда у нас не было Вот этих крыльев Мы в принципе И покемонов Летающих Хранили в себе В каждой команде Потому что нам нужно было Как-то быстро Передвигаться И мы летали на покемонах Также у нас Присутствовали Телепорты На какие-то Большие расстояния Да Если например От дома Нам нужно было Тепехнуться На какой-то Остров для прокачки То мы туда Тепехались И И В принципе Все Мы туда Тепехались Телепортом И это уже Какой-то Изюминку РПГ Что ли Добавляют То что Мол какие-то Телепорты Есть Поэтому я не знаю Ну Можно еще Пойти Тепехнуться На остров Где мы Качались Там где Заспавнилась Селоби Но я не вижу Смысла Ребята Вы и так Прекрасно Знаете эти места И сейчас Туда тратить Время Идти что-то Показывать Тоже я не вижу Большого смысла Попытаемся Исправить Все ошибки Пятого сезона В шестом Если он Конечно Будет А когда он Будет Ребята Еще раз Вам скажу Кто не знает Кто не слышал Кто забыл Или просто Напомнить То что Новый сезон Я начну Его разработку Только тогда Когда Последняя Серия Пятого Сезона Точнее Вот эта Серия Наберет Две Тысячи Лайков Согласен Это немало Но я надеюсь Что Мы их Сможем Набрать И прошу Давайте Их наберем Хотя бы За неделю Потому что Если вы Если вы Заразы наберете За один день Я просто Убьюсь Не убьюсь Я просто Лягу И буду спать И мне пофиг Буду спать Неделю Ну конечно Я так с вами Не поступлю Если мы наберем Две тысячи лайков За день То Конечно же Сразу я начну Разработку Пиксельмона Шестого сезона И он выйдет Через пару дней Но Может Может У нас не хватит сил И мы наберем Две тысячи лайков Ну может Хотя бы За неделю За две Я на это надеюсь Если не очень быстро За пару дней То и не очень Долго Там за пару месяцев Хотя бы За неделю За две Чтобы Мы просто Успели Соскучиться По пиксельмону Чтобы мы Хотя бы Ну немного 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 Начали Вспоминать О пиксельмоне О как же круто Пиксельмон Хотя бы Чтобы Чуть-чуть Мы уже по нему Грустили Что мол Вот пиксельмон Уже хочется пиксельмон Давайте уже пиксельмон Чтобы мы Хотя бы по нему заскучились и когда наконец-то начался шестой сезон то мы с новыми силами с ощущением того что мы действительно соскучились по пиксель монуме мы вернулись в новый мир на новую версию и пиксель моно и майнкрафта и начали свои новые приключения в шестом сезоне этом ребята когда будет 6 сезон еще расскажу зависит от вас больше мне сказать нечего да принципе вас держать тут больше не хочется в какой-то степени в этом видео потому что я уже переливаю из пустого порожни и больше не вижу смысла мы уже все посмотрели все что мы могли сделать мы сделали давайте еще попрощаемся с нашими капитанами свампер грудоша это все наши покемоны их как раз получилось ровно 6 не больше не меньше ровно 6 капитанов все на этом ребята мы заканчиваем ставьте лайки как я сказал 2000 лайков шестой сезон когда он будет зависит от вас спасибо всем кто оставался в пятом сезоне кто начинал его смотреть с конца с начала до конца или кто к нам присоединился хотя бы в середине сезона на принципе кто только недавно присоединился тоже вам огромное спасибо за то что вы смотрите это видео так как это последняя серия пятого сезона ссылка на скачку этой карты в описании качайте заходите играйте ребята ставьте лайки подписывайтесь на мой канал не забываем о нашей банде крутых перцев мы же банда банда ребята семья может так сказать ну куда ты в мою голову свою жопу пихаешь ну груду он ты прям неряха какой-то сезон закончится но банда остается ребята банда будет и в других играх в других похождениях в других приключениях поэтому не забываем конечно же писать мы банда крутых перцев еще раз ребят оставляйте свои комментарии я очень рад когда их много очень рад их всегда читать не стесняемся их писать я буду стараться ответить на каждый с них ребята на этом и заканчиваем ставьте лайки еще расскажу повторюсь подписан на мой канал всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока